На 47-му участку угомили шмат люд на самого початку голосования. Назиральники кажут, что первые выборщики пришли ровно у 8 годин ранницы. 50% явку на этом участке зарестровали о полове 12-й годины. Адметная особливость – шмат, кто приходит целыми семьями. Вероника Хихлуха переконана, что для детей это, по-перше, приклад ставления дорослых до выполнения гражданских обвязков, а, по-другому, махчимость отчуть свое долучение до важной подеи у жизни краины. Мы проголосовали за будущее нашей страны, за ее мирное небо и за будущее наших детей. Выставы, мастер-классы и консультации. На каждом участку имкнуться пропоновать людям нечто интересное и корыстное. На 47-м участку створили экспозицию народных рушников, которые упрогоживают все помешкание. Так само своя особливая совесть поколений отрималась. Должна что-то присутствовать народное, мы так считаем, комиссия. А рушники взялись знаменитые неглюбки. Это знаменитые неглюбские рушники, которые выткала моя мама, Сарасек Анастасия Афанасьевна. Знаменитая ткачиха, когда-то лавриат конкурса всесоюзного народного творчества. Среди лидеров по выборах президента Республики Беларусь жахары Наравлянского, Лоевского, Ельского районов. Высокая явка означена и на Будокашалевшине. У городским поселку Уваровичи два участки. На 8-м участку, який разместился у Палацы культуры, зареєстрована ровно 1 тысяча выборщиков. На 13 годин, коли участок наведала наша здымочная группа, тут проголосовали больше 60% выборщиков. Контроль за ходом выбора у президента Беларуси у Гомельской области життявляют 7300 национальных назиральников. Плюс 42 человеки от миссии АБСЕ и больше 50 от СНД. Ни яких значных заувах не выказывая никто, не поступали претензии и от самих членов комиссии. Выборы проходят у спокойной обстановки и деловой атмосферы. Граждане идут активно, проявляют свою активность. Но, в принципе, стабильно, выборы прозрачны. Замечаний со стороны наблюдателей не поступало.